Итак, всем здрасте! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор об очередном туре российского чемпионата. И сосредоточимся на, возможно, самой громкой сенсации этого раунда. Потому что, конечно же, тут есть еще и матч «Зенита», где они уступили «Динамо». Но все-таки там была битва двух больших команд. Московские «Динамовцы» — это все-таки тоже претенденты на высокие места. Поэтому тут можно было ожидать какой-то неожиданности, можно было ожидать, что «Динамовцы» способны победить. А вот матчи «Ростова» и «Крылышек», ну простите, сошлись команды с разных полюсов турнирной таблицы, если смотреть на прошлый сезон. Команда, которая боролась в какой-то момент реально за золото. Помните, был эпизод, когда «Ростов» шел вторым и мог приблизиться к «Зениту» на расстояние, по-моему, одного очка, если бы победил в личной встрече. И с другой стороны, крылышки, которые боролись за выживание. И здесь мало того, что крылья побеждают, так они делают это со счетом 5-1. Поэтому в каком-то смысле эта сенсация может быть даже по статусу с ней поражение «Зенита». И давайте обсудим тактические нюансы этой встречи и что здесь не сложилось у «Ростова», почему они потерпели такое сокрушительное поражение. Но сперва хотелось бы сказать, что недавно на «Ютубе» появился замечательный «Ютуб-канал» под названием «Тёма Нью Ворлд», где преданный болельщик Ростова делает обзоры всех матчей своей команды. Включая, кстати, обзор матча «Ростов-крылышки». За что ему отдельный респект. Казалось бы, любимая команда уступила, но он все равно разбирает эту встречу. Поэтому парень очень серьезно подходит к делу, взвешивает все «за» и «против». И всем болельщикам «Ростова» советую подписаться на его «Ютуб-канал», потому что он будет следить и дальше за своей командой, делать контент и делать его с каждым разом все лучше и лучше. Поддержите начинающего блогера по ссылке в описании. Переходите на канал «Тёма Нью Ворлд». Ну а мы переходим к стартовым составам. И давайте попытаемся понять, что здесь хотел показать Валерий Карпин. Здесь присутствует ротация. И это важный нюанс, который сказался на игре. Потому что многие футболисты, которые так-то, наверное, должны выйти с первых минут, здесь оказались на скамейке запасных. И это не случайно, потому что сейчас, когда идет плотный график, чемпионат, кубок, сейчас и начинает сказываться разница в глубине состава. Что у одних команд есть возможность выпускать из матча в матч разные обоймы, эффективно тасовать свою вот эту вот команду. А у кого-то просто нет глубины. И из-за этого приходится зачастую выпускать не самых опытных исполнителей. Или не самых подготовленных. И об этом, в общем-то, я говорил еще в прошлом сезоне, что Ростову глубины не хватает. И да, они пытаются решить этот вопрос. Подписали Ионова, Акбашева, других исполнителей. В целом они стараются, работают. В том числе и легионеры даже появились из Ирана. Но все равно сейчас видно, что команде не хватает. Не хватает ресурса. И вот в этой встрече, ну, появился, например, Вахания на фланге. Миронов в полузащите. Из-под которого в итоге забили один из мячей. Вот как раз-таки прямое следствие. Вышел Миронов, а не Уткин, например. И вот, получите, распишитесь. Я не дам гарантии, что Уткин здесь отзащищался бы лучше. Но то, что Уткин более статусный игрок, чем Миронов. И в оптимальной обойме, наверное, должен выходить он. Я думаю, с этим никто спорить не будет. Но была проведена ротация. И в итоге Миронов, игравший в основе, ошибся. И из-под него забили гол, вышедший вместо Миронова Уткин за один тайм сделал три ключевые передачи под обострение. То есть оказался лучшим распасовщиком этой встречи. Ну, при том, что, да, как бы с его передач гол не забили. Но, опять же, по созданным опасным моментам он здесь круче всех. Так что вот такая вот злая ирония для Ростова. И в этой истории получается, что проведя ротацию, команда так или иначе столкнулась с трудностями. Хотя впереди, например, тут все очень неплохо. И Ионов, и Камличенко. И вообще, казалось бы, присутствуют люди, способные взять игру на себя. Но, опять же, в отсутствии того же самого Уткина, команда просто отсутствовала впереди. Как креативная единица. Как атакующий коллектив. Очень мало креатива. Очень мало созидания. И это большая трудность. То есть у Ростова есть скамеечники, есть резервисты. Но нет полноценной подмены для ведущих исполнителей в их задачах. Например, для того же самого Уткина. Поэтому тут и стандарты у Ростова пошли так себе. И с созиданием были трудности. И это в итоге уже переходит к тем самым причинам, почему Ростов проиграл. Нельзя сказать, что у Крыльев не было своих трудностей. Не было своих проблем. У них тоже не самый оптимальный, наверное, состав. Однако, как бы это странно ни звучало, но у Крылыша глубина-то получается побольше. Есть больше вариативности. Есть больше исполнителей, способных выйти со скамейки. И вот получается такая вот интересная история. Казалось бы, команда с разных полюсов. Но у Крылышек возможностей в чем-то больше. Касательно глубины и всего остального. Но это, кстати, то, о чем я опять же говорил еще в прошлом сезоне, что стартовая обойма Ростова. Там оптимальные 11 игроков, которые должны выходить с первых минут. Это прям круто. Это уровень борьбы за первую пятерку или четверку, где они оказались в прошлом сезоне и так далее. Глубина состава. Но тут уже Ростов в целом получается на уровне середняков, а кому-то даже уступают. Поэтому тут мы должны учитывать структуру момента, скажем так. Мы должны учитывать то, что это произошло именно сейчас, когда команды играют на два фронта, и у Ростова возникают такие трудности. И в итоге тот же самый коллектив, который недавно остановил «Зенит», действующего чемпиона, сыграв 1-1, здесь летит 1-5. Это с чем связано? С тем, что просто ресурсов не хватает на два одинаковых матча подряд. И вот там, где с «Зенитом» команда играла сосредоточенно, грамотно, по-боевому злобно и отработала просто до последних минут матч, за счет чего сыграла в ничью, здесь мы видим, что Ростов расклеивается уже в дебюте. Пропускает два мяча в самом начале встречи, а дальше, ну, дальше Ростов попадает в ту самую ловушку, в которой оказываются прагматичные команды, быстро пропустившие мяч. Ростов сам по себе любит играть так. Относительно быстро забить, дальше перейти на контратаки и ловить, так скажем, оппонента в них. А тут получается, что крылышки заколотили два мяча, и Ростову пришлось играть в атаку. Процент зашкаливающий на стороне донской команды, но при этом, если мы смотрим на количество, например, ударов, то здесь преимущество уже не такое существенное. А если мы смотрим на попадание в створ, то здесь 7-5 преимущество на стороне крылышек уже. Ну а голы 5-1. Получите, распишитесь. Поэтому здесь владение Ростова не приводило к опасным ситуациям. В отсутствии Уткина, который вышел только со скамейки во втором тайме, Акбашева, который мог бы, кстати, заменить Уткина, команда просто не знала, что делать с мячом. Да и гол их единственный вышел, согласитесь, во многом случайным. И поэтому здесь, ну, Ростов оказался в ужасающей для себя ситуации, когда матч идет не по их сценарию. Им нужно идти вперед и подставляться под контр-выпады, в которых им в том числе и забивали. Вспомните там эпизод с выходом один на один, крылышек, когда в концовке заработали они пенальти, с другими моментами, когда именно в контратаках крылья создавали опаснейшие эпизоды и так далее. Ну и здесь неизбежно мы переходим к вопросу индивидуальных ошибок. Да, это не совсем про тактику, но это тоже важнейший эпизод, потому что именно за счет агрессии крылышек, за счет их умения быстро перейти из защиты в наступление, создать хороший момент в контратаках, Ростов и был на постоянном нервике. Именно поэтому Песьяков, ну, не самый стабильный, но все-таки опытный вратарь допускает такую чудовищную ошибку. Ну и говоря про оборону, казалось бы, краеугольный камень и все остальное, ну, то, что здесь творилось у Ростова, это, конечно, кошмар. И в данной ситуации, как мне кажется, нужно говорить не только об индивидуальных ошибках, которые здесь, опять же, были. Тот же самый Миронов, который упустил, Салтыкова, который забивал мяч, те же самые стандарты. Если мы берем третий мяч, ну, здесь абсолютный провал. Или первый гол пропущенный, где тоже потеряли зону. Это все частности. А в целом я видел то, что Ростов в этой встрече просто не справился с вот этим брауновским движением футболистов-крылышек. Когда они менялись местами, когда путали карты с защитником соперника и так далее. И в результате, за счет своих перемещений, забеганий и всего остального получались такие моменты, как, например, в первом пропущенном мяче. Когда фактически, ну, один защитник Ростова отбивался, ну, в каком-то смысле, от двух игроков-крылышек. Один против него был, второй забегал. То есть это о чем говорит? О том, что Ростов просто по зонам неправильно располагался, и Ростов действовал слишком топорно и консервативно в обороне. Против крылышек, которые как раз очень много маневрировали и не использовали какие-то классические сочетания, где есть там, например, один нападающий и двое под ним, или трое под ним. Нет, здесь очень вариативная атакующая игра, которая построена очень интересным тренером Осенькиным, и против нее, вот эта консервативная защитная машина Ростова, она просто не сработала. И в итоге, вот именно за счет этого получались ситуации, когда индивидуальные ошибки данских защитников, опорных хавбеков, центральных хавбеков, как Миронов, приводили к пропущенным мячам, а подстраховки просто не было как таковой. Поэтому вышел такой матч, вышел такой результат, который мы и получаем. Сенсация, да, но с другой стороны, у этой сенсации есть определенная основа. Недостаток глубины состава у Ростова, недостаток опытных футболистов в каких-то моментах, плюс к этому очень удачная стратегия, выбранная Осенькиным, давление, прессинг, плюс отличная вариативность впереди, когда футболисты менялись, и Ростов, который как раз-таки практически не меняется. У Ростова могут поменяться футболисты, персонали, но при этом дончане все равно будут играть в свои 4-3-3 с каким-то модификациями. Все равно всем понятно, как они будут взаимодействовать в атаке. И здесь как раз-таки крылышки преподнесли новый, такой интересный вариант для данной конкретной встречи, разобрали своего соперника. А Ростов действовал так, как будто это Мадридский Реал, который может не менять состав, не менять стилистику, не менять какой-то общий контур игры, и все равно будет доминировать. Но Ростов таковым не является. Это не Реал. Хоть они и начинаются на одну и ту же замечательную букву. Это немножко другой коллектив, и поэтому Карпину тоже есть о чем призадуматься. Нужно быть более гибким и более, наверное, интересным в плане своих тактических решений.